доброго времени суток мои юные любители варкрафта в эфире рубрика best replay с сайтом goodgame.ru и баневуром комментатором порталов уже наверное не официальным но в былые годы мы жгли не по-детски будем наблюдать игру андеда против орка на островах эхо очень популярна для нашей рубрики карта в переписке мы видим что за орка играет неизвестный человек который творит под псевдонимом спинач возможно возможно он кому-то из вас знаком но я не имею представления что это за джентльмен а вот за андеда играет никто иной как люцифер который сегодня скрывается под ником i want to be госу но здесь люцифер конечно миндальничает он уже давным-давно госу стал это был один из самых топовых элитных андедов во времена эпохи расцвета варкрафта когда он был в пике своего развития их тогда было трое у таких базово крутых андедов это люцифер фофф и свит также можно вспомнить такие имена как сусирия гостоп рейн и многие многие другие кстати мэтт фрок нет не мэтт фрок шведский андед который потом свичнулся в starcraft и начал играть за за зергов такой довольно эксцентричный парень никнейм забылся на него вот вот в те времена люцифер был конечно иконой андедского мастерства одним из лучших тех на кого равнялись он играет и сейчас но конечно былой формы вернуть уже не смог после возвращения из армии поигрывает уже видимо для души на стримах но по-прежнему может дать бой покупка говорится мастерство не пропьешь и не прослужишь в армии мы видим что орк заказал блэд мастера который вовсю начал аннигиляцию зеленой точки а вот у андеда у андеда заказывается женщина в халате она же личовка лич первым героем против орка это уже заявочка на успех это уже заявочка на неординарность игрового сюжета ну лича против орка равно как и против многих других раз первым героем берут как правило для застройки качественной застройки потому что лич дает frost армор который он качнет пероискал ступилю продает телепорт покупают проклятую землю и просветку передавать привет блэйду frost армор видите сразу накладывается на самого ценного сейчас юнита вандецкой армии это околит потому что именно околит является венцом и творцом андедской застройки и чтобы шальной блэйд мастер из инвиза околиту не передал пару раз привет мечом по горбу лично бросим на него frost армор орк тем временем жмакает тир-2 заказывает два боровса и вообще понятия не имеет что к нему такое ползет сейчас что за серая масса проклятая земля диспала орка нет в отличие от эльфа дисплей тонна скелетов и начинается погоня за строителем конечно джампшут должен умереть первым frost армор на джампшута вылетает удар из винт волка по нему на 40 все гоняют джампшута лечить джампшута неким но джампшут уже заказал два зигурата видимо все равно придется подгонять второго поскольку первый сейчас умрет большие проблемы у орка потому что в общем до еда нет хп два гранта конечно здесь кое-как пытаются отковыряться но он дэд фокусит грамотно два финда проклятая земля хп реген все дела в видволке плейдмастер отменяет еще один зикурат делает все верно как только достроится первый зикурату орка начнутся большие проблемы поскольку он замедляет да это кажется будет frost зикурат который будет замедлять юнитов по которому наносит урон урон небольшой зато замедление царское совершенно орк сейчас пытается взять тайм-аут и три гранта в сторонке соображают как же им дальше выживать под этим андетским натиском а как выживать нужно строить катапульты благо тир-2 до делался не видел если орка лесопинка а люцифер продолжает заказывать членистоногих фендов в больших количествах фокус по казармам интересно что там из казарм готовится выйти но вряд ли еще один грант тут frost армор тут замедление и было еду конечно крайне нелегко сейчас кажется пришел еще один околид начинается фокус по гранта блэдмастер пытается зигурата и там вышечка строится орка да вот она катапульта выезжает фенды начинают тут же осаду катапульты да но в принципе здесь он может отковыряться потому что у него все для этого есть он запустил быстро 32 с одним боров наборов потом достроил еще два то есть по-хорошему есть катапульты достраивается вышкой финдам сейчас нужно фокусить а катапульты но бы лучше сейчас переключиться на башню башню орочи да вот наконец финды находят правильную цель но слишком поздно фокус продолжается башня стреляет интересно нажал ли андет тир-2 не выдерживает башня атаки четырех финдов гранты по-прежнему не решается возвращаться на искать мастер в бой 2 левела пытается как-то подкрепу принять но собственно и гранты тоже как три хулигана как три гопника из-за угла устраивают шами дуза андетским войскам ну как-то прорывается я говорю почему а тир-2 потому что очень нужен дк чтобы хилть финдов по сути блэйд конечно сейчас может вгрызться финда но ненадолго потому что во первых фрост армон во вторых замедляющая башня но вот все таки решается решается орк снова наломиться на финдов и здесь выкусятся гранты правда свиток скорости спасает одного из них а что же остальные а как остальным жить решительно непонятно тем временем лич сейчас стремится ко второму левелу грантов нет шансов нужно лечить сейчас зигурат но теряет еще одного гранта лечевка второго левела появляется у него вот лит пепси кай что-то пишет по-корейски видимо топят за не знаем да за орка потому что ему надо как-то выживать еще одну вышку отменяет два финда но успевает по моему нажать escape получить за нее какие-то ресурсы здесь конечно на месте орка хочется просто взять и выйти желание сдаться совершенно не милосердное непреодолимая но орк сжав всю свою волю в кулак не сдается отчинивает бараке абсолютно всеми практически рабочими кто пульта кое-как под спид скроллов спидом уезжает там понимаете уже шесть финдов это жуткий фокус рабы начинают терпеть ката начинает стрелять но кстати вот так только ката начнет пулять я думаю что одного калита явно не хватит чтобы все это перечинить мне интересно сколько леса орка потому что рабы очень долго не добывают и соответственно ох как грант спасся не может отдышаться наверное хочет этот грант почти стал андедом еще какое-то время побегает живым катапульта снова в атаку вот здесь очень не хватает дк конечно потому что всех этих финдов в любом случае рано или поздно придется войска влюбили в рост армора то прекрасно но вот она нова проходит по блейду если ману блейда есть ману на винд волк который успешно уходит если еще магазин отменит андет то будет совершенно великолепно тогда он достигнет вершины своего счастья саманта хорош помогать комментировать я справлюсь без тебя пожалуйста не лопить сумасшедшие не пытайся обмануть числа искал ступили в свой город напали счастье и беспечного существования да вот этот вот очень важный объект магазин он тоже падает но слишком много фондов я вообще не понимаю как орг собирается здесь отбиваться я очень хочу выдвинуть на ресурсы я полагаю что ресурсы не совсем проблема у орка потому что он рабами практически не добывал ну все здесь надо писать гг выходить там пачка почти уже финдов понимаете как вот сейчас не доконтраливает люцифер нет доконтраливает все-таки может быть и катапульты застрелят этого шального финда вот еще одна ката но вот вот вопрос да вот сейчас две каты и судя по всему это все три каты три катапульты это все что успеет настроить орк но финда подрезает грамотно нет маны наверное улича на нову все вот три катапульты это все имущество орка можно конечно строить прокси бараки чуть-чуть не доконтраливает люцифер доказывая что он все таки уже не тот могучий и безжалостный убийцы всего живого на vc3 сцене это конечно когда-то был еще раз повторюсь андетом совершенно топового элитарного делюкс уровня икон андетского стиля если хотите повторяюсь уже наверно старческий маразм прости на город напали сейчас он все еще хорош но безусловно уже не является элитой и богема его сможет кого-то отжать на каком-нибудь кубке но при этом что что-то крупного он уже давным-давно не выигрывал если мне конечно не изменяет память отличный свиток от андеда сэйвит он трех финдов фрост армор финды просто вот здесь мне кажется люциферу не хватает немного усидчивость он теряет уже двух финдов в наломе на эти несчастные катапульты я понимаю желание убить катапульты неимоверно горячие но посмотрите он потерял трех финдов на ровном месте раскормив блэкдаун там наверное уже третьего левела раскормив блэкдаун ну просто так ну стоит и финдами фокуси танцуй танцуй постоянно фокуси мэйн все орку нечего строить но будут кат и стрелять там по паукам господи фрост арморы танцуй финдами вот отводить грамот они не могут три ката расстреливать всех финдов одновременно и хочется конечно узнать что там у андеда на мэйн если у него тир-2 войска судя по отсутствию второго героя можно финдам было бы на тир-2 за копочку изучить понимаете все все счастье вообще дк взять skylo можно андеду построить магазин до покупать свитки в магазине а почему нет вот пытается люцифер нет у него тир-1 у него тир-1 он вкладывается полностью эту застройку на все деньги гуляет понимаете надо все-таки где-то сейчас экономить потому что орка кроме трех кат ничего нет зачем тебе еще финды тебе нужен тир-2 тебе нужны свои катапульты чтобы осаждать лагерях он все равно уже построить зданий эти три катапульты все что у него есть можно засылать на них например скелетов каких скелетов чертова знает рабов он трубки рабов лежат какие-то это фильм по моему делать скелетиков засылать на катапульты пускай гоняет но самое главное люциферу нужен нужен течь без течи никак в этой жизни так и хилить фендов то нечем еще один закурат достраивается катапульты занимаются пауками вы знаете стрелять по мухе войска из пушки это так себе идея катапультом конечно нужны 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 здания андецки вот еще один закурат достроился минвал посмотрим дополнительный фокус там а понимаете два или три раба у орка беспрестанно чине вот просто 24 на 7 перманентный ох как какая плюха финда влетела длайдаун там разлетелся такое ощущение что какой-то гигантский тапок с неба на него обрушился просто впечатал в землю несчастного клопа разорвало но это бесперспективно люциф ты строишь халявную экспу для орка это залог твоего фиаско это фиаско братан залог твоего права вступили уже бой хиллер конечно вот хорошее решение тролль хиллер так 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 финдом танцуем 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 грамотно танцевал финдом по блейду фокус орк построил магазин глубине базы слушайте тролль хиллер кто мне в голову то не приходило ведь лучше заказать трех вот гульни по полной от мании закажи трех троллей хиллеров чтоб финды ну совсем сейчас как раз учили его сегодня будут перехиливать катапульты дома она закончится какое-то время мы все равно она у них будет регенится жить можно я вообще не понимаю откуда у орка поленья куда у орка лес на все это орк конечно герой настоящий герой это осада с севастополя это какое-то знаете сталинградская битва то это осада исмаила я не знаю чего еще садом бой но держится орк держится на каких-то чудесах и бешено микро и снова пророцирует андеда на этот ол-ин с финдами и снова андед ведется начинает вгрызаться в катапульты и на отступление еще двух клопов теряет ну как так фрост армор фрост армор не на того не на того наложил а дед можно сказать что андед кормит блэйда пауками такая вьетнамская кухня но blade master просто жрет пауков одного за другим ух как эти трикаты зажигают конечно как они нервируют андеда фокус неплохой проходит и андед он в каком-то замкнутом круге у него какой-то пунктик понимаете зацеп в мозгу произошел какой-то спазм мозговой вот он их продолжает строить 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 кормит и кормит блэйда тоже четвертого уровня него вторые криты из виндволка на 70 продолжает подъедаться я не понимаю люцик что ты делаешь и еще один финт ползет ну нажми ты тир 2 ну добавь ты катапульты уже давно бы приехали зачем ты вкладываешь деньги в этих бесполезных финдов зачем why а орка очень простами тактика вот забегают выхиливать поисков в магазине и продолжает походы диверсионные забеги в финдов андетских ой-ой-ой-ой потерял не тигры люцифер явно потерял он строит еще один зигурат хотя здесь уже но не нужны эти зигураты ну вот пожалуйста блэйд забегает в тыл минус еще два финда же магазином дэд построил ну а что ты в этом магазине купишь свиток нового можно банку маны купить и нового было зашвырнуть плейду кстати вот да но орку надо отдать конечно должен должное за волю к победе за то что он до сих пор не ливнул особенно там была ситуация роскошнейшая что восхитительная для орка когда он остался вообще без ничего он туда пачка финдов но вот он как-то отковыривается на этих трех катапультов провоцирует не очень простая страта держаться так дальше а андет войска вступили в мою сейчас в ментальном тупике он не понимает что делать до построились еще зигурат до три рабочих я не знаю орк судя по всему деревом где-то барыжет может быть не знаю навальный со своего леса комбинатор за которые его судили может быть он и не знаю что в ментальном откатами дает лес потому что я не понимаю откуда орка столько дерева там перманентно три раба выхиливают крепость и никак не могут выхилить здесь история старая как в милю в бой ну может быть новая угость может банку можно но пойти там блэйд 5 сейчас будет 5 чем отвечает на это адет угадайте кто ползет андеду через всю карту конечно старый добрый таракаш ракашка бро ха 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 5 калитов их вычинивают зигурат и ну окей даже если застройка не пройдет у орка 3 к ты ты можешь закрепить пол карты пока он будет кататься с этими тремя котами но это при том случае кто при тех условиях если on the перестанет улынить и начнет уже развиваться дальше, но не проходят, но не могут 5 даже пачка финдов, ты видишь что эта стратегия не приносит результат, Блэйд одного за другим подрезает пауков, вот это что такое друг, ты куда? ай-яй-яй-яй-яй-яй расстраивается Люцифер а там тир один, все еще все еще тир один Фустар Мор Ильич уже на себя накладывает, ну банка то хотя стоп, а может быть банки то и нет нету грейда на тир 2 и банки нет, и Блэйд понимая это но так же Блэйд еще понимает, что все таки под таким фокусом он долго не может выжить Undead лезет в All-In снова, посмотрите, чтобы убить Блэйда, он тратит все Блэйд нажимает телепорт, Лич ворует у него просветку катапульты куда-то выезжают, Блэйд кинь новую Лич, купи банку маны даааа наконец-то отправили Блэйд мастера, откуда его заказывать алтаря-то нет ай-яй-яй а как теперь выйти из базы, вот там какая-то красная точка, тот самый загулявший грант, может быть из таверны закажет, даже без алтаря вот он туда и направляется но это уже под спорь не знаю, убить пятого Блэйда приятно, он там Лич, наверное, уже третий должен быть третий грант в арсенофии, кажется немножко косоглаз промахнулся мимо таверных но вот решает зайти к старичку к старичку кому? старьевщику, я не знаю кому-то кто-то верными заведовал в те времена да, внутри катапульты, конечно, здания все, наконец-то Люцифер понял Люцифер все понял на 22-й минуте игры Люцифер, наконец, прозрел застройка не прошла и тут, как бы лечу сейчас не умереть раз, удар, два, удар Клич получает левелап на себя в фрост армор как он выживает, господи ну, он все равно умрет Андетт, понимая, что криппинг без героя несколько непродуктивное действие пытается пачкой финдов убежать пишет уже ГГ, ну, потому что Блэйд пятый понимаете, там финды сейчас лопаться будут как елочные шарики ох, еще один финт но Блэйд пытается сначала здорового убить потом уже запоздавшего отбившегося от стада больного финда господи, господи ооо, он сейчас всю пачку финдов перелопатит здесь, понимаете а кто ему помешает Блэйд настолько хорошо иммунен к персовым атакам ну, понятно, что бесконечно он под ними не может находиться у него инвул есть он сейчас захилится и вернется а там золото не остается в рудниках ребят, ну, это, это, это провал это провал андед так много ресурсов вложил в этих бессмысленных финдов вместо того, чтобы давным-давно уже сделать грейд на тир-2 взять ДК построить пару катапульт и снести уже к чертовой матери этого орка у тебя как раз хватило бы но вот ты просто не заказываешь двух финдов, у тебя вместо 10 финдов, у тебя их 8 в какой-то момент у андеда реально было 10 финдов в пачке вот у тебя 8 финдов, ты не достроил двух и нажал грейд и там такие вкусняшки, там закопка финдам да, у блейда была просветка, но бог с ним, он бы тратил ее орк, орк выдвигается с ответным визитом к андеду а что это такое? три ката едут ломать андеда посмотрите, пачка рабочих как жить? как жить дальше, ребят? три ката начинают фокусить мейн андеду андед, все, на последние деньги гульнул закончились рудники у обоих и орк решается на этот последний бой так, блэдмастер, блэдмастер, тебя видно? чики-чики, в домике, беги минус мейн, господи ну а зачем андеду мейн, если у него нет рудника с другой стороны рабочие, ну, просто совершили такой марафон оздоровления пробег первые добежали, конечно, эфиопы и зимбабвийцы и еще один раб из Ямайки остальные задержались но вот теперь бегут назад да, такая вот, такая стайерская дистанция марафонская лично начинает криппинг ну там блэд, понимаете, там блэдмастер к левелу 6 приближается наконец-то мы смотрим войска вступили в бой а, господи, все это время о май гад о май гад у орка, кстати, есть ресурсы на вторяк он может поставить expansion лич покупает банку маны опа 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 у орка есть а что есть у андеда пока решительно непонятно у андеда есть храброе сердце да, там блэдмастер почти почти 6-го еще один инвульчик перекупает скорее, чтобы лечь его не чтобы он не достался лечу шедоу хантер на последний орк заказывает сх чтобы через хекс видимо леча или может быть хилочку блэйду пока он будет нарезать тут разные есть опции шедоу хантер-то сам как подойдет такой неопытный не обучен к андеду непонятно так, блэйд начинает вгрызаться в леча да, вот он, хекс пошел у леча есть свиток у леча есть банка маны можно инвиз купить просветку хотя, не знаем сколько денег у леча фокусим гранта да, лечь покупает инвиз и просветку все грамотно и не успевает умирает о май гэ рабы в атаку стиробы здесь фендов легко могут перефокусить катапульты там еще все поджигают теряет всю оставшуюся пачку фендов люцифер ну да, здесь уже кажется пахнет гэгэшечкой потому что блэйд выживает а вот эта вся паучья братья сейчас будет перетравлена безжалостно перенет гонят пауки гонят героев рабы не могут за ними успеть герои биты и в хлам у блэйда есть два инвула вы посмотрите это какая-то первомайская демонстрация просто бежит сначала был марафон эстафетный теперь первомайская демонстрация митинг навального окружают околита за углом просто отпинали кирками несчастного околита да, это оппозиционный околит он во всем виноват подходят финды демократически либеральные объясняют орку что не стоит так нагреть там лич есть ли деньги на реинкарнацию лича шестой сейчас будет блэйдстом и это будет эффектное завершение борьбы нужна мана просто нужно отрегениться залететь в пачку финдов и сделать блэйдмаста блэйдстом финды шикарно фокусят рабочих вот денег на лича судя по всему нет иначе бы андетт его давным-давно заказал да но это гг потому что герои орка живы катапульты расстрелять рабочих пытаются как-то подстопить подблочить финдов чтобы катапульты по ним постреляли лопается очередной паук но это это беда печаль ну вот очередной пример как орка выдержав долгую осаду заставил спровоцировать андета на пару необдуманных опрометчивых действий и выиграл выиграл эту игру ну вот теперь точно гг у андета не остается никого но люцифер не спешит выходить не знаю надеяться на пинг какой-то на что надеяться люцифер уже решительно не ясно да мы с вами увидели что воля к победе очень много решает плюс грамотная хладнокровная игра да у орка там было мало шансов но он воспользовался теми ресурсами инвестировал все свое хладнокровие в те ресурсы которые у него были и он смог с ними разыграть несколько раз он андета выдергивал на свою базу на отступление отжимая убивая по нескольку пауков и это решило потому что если бы андет так не бросался на орка он бы не терял финдов он бы нажал тир 2 он бы продолжил осаду и скорее всего додавил но орк не терял оптимизма и одержал заслуженную победу отличная игра спасибо аспиранту смотрите следующие выпуски рубрики best replays на сайте goodgame.ru подписывайтесь на мой канал на ютюбе мы играем в варкрафт очень много интересных очень яркие партии обещаю что в скором времени начну уже следить за киберспортивными ивентами по варкрафту ну и безусловно подписывайтесь на канал goodgame на ютюбе с вами был боневур а как краб пока пока ребята